Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Настя и в этом видео я продолжаю свой недельный челлендж скетчи по мотивам сериала Эйфория. Это пятый по счету скетч и в этот раз я буду рисовать Кэсси, которую сыграла Сидни Суини. Это подруга Мэдди, она воплощение женственности и сексуальности. Кэсси приходится иметь дело с некоторыми очень взрослыми ситуациями в более молодом возрасте, чем кто-либо должен. Ее сцене в клинике аборта в финале была душераздирающей. Я лично заинтригована тем направлением, которым персонаж движется. Сложное детство, комплексы, недостаток внимания, родительской любви и в итоге неуважение к себе, легкомысленность и прочие последствия, которые происходят, когда не ценишь себя. Скажу откровенно, не всем заходит этот сериал со словами он депрессивный, пошлый, мрачный и грустный. И казалось бы, это нормально, что кому-то не нравятся некоторые экранизации, но согласитесь, он затрагивает действительно много современных проблем в обществе и касается всех подростковых драм. Показывает различные ситуации в семьях и как взаимоотношения родителей влияют на будущее детей. И в принципе есть о чем подумать. Кэсси мне показалась беззащитной, слабой и очень женственной. Естественно, ее образ зацепил меня, поэтому она достойна внимания и отдельного скетча. Это ее портрет с вечеринки на Хэллоуин и вторая часть ее образ в переломный момент, когда жизнь стала немного другой. Перед тем, как рисовать, покрываю лист тонким слоем белого акрила. Это способствует тому, чтобы масло не просачивалось на обратную сторону листа, несмотря на качество бумаги. После высыхания рисую с засечками портрет, где, то и как будет располагаться, не сильно надавливая на карандаш. А после этого уже буду работать маслом в один слой. Я рисую скетчбуки от Молискин. Это классическая серия. Здесь плотность бумаги 160 грамм, но скажу честно, ведет она себя очень хорошо и подружилась с маслом в принципе полностью. Тем более, как я говорила в предыдущих видео, я не пропускаю развороты между рисунками, а работаю на каждой стороне бумаги. Полное истязание материала. Так что могу уверенно вам сказать, такой скетчбок подойдет для таких целей. Слипаются ли рисунки между собой? Нет, если вы дали работам хорошо высохнуть. Как долго сохнут работы в таком блокноте? По-разному. Во-первых, всегда будет влиять на высыхание вашей работы разбавитель, которым вы пользуетесь. Я пользуюсь алкидным разбавителем от Винцера Ньютон, а такие связующие сокращают время высыхания в половину. И не всегда ваш ходовой разбавитель будет уместен на бумаге в том количестве, в котором вы привыкли использовать его на холсте. Здесь не получится сделать акварельные подмалевки, затирки тряпочкой и прочая ерунда и технические примочки. Во-вторых, на высыхание влияют краски, которыми вы пользуетесь, их бренд, качество и состав, а также цвета. У каждого производителя свои примочки, разные связующие и добавки, а также качество пигмента. Поэтому нельзя наверняка сказать, правила высыхания цветов для всех бренда одинаково. В основном долго сохнут все светлые оттенки, такие как белые, бежевые, красные в том числе, а темные, такие как черные, некоторые оттенки синего высыхают в самую первую очередь. Бывало так, что трогаешь работу, вроде бы все высохло, но когда начинаешь переворачивать страницу, то на стыке самого скетча, где был оторван скотч, нашлась свежая и не засохшая краска, которую вы уже случайно размазали. Неприятно, так что лишний раз проверяйте. В-третьих, немаловажный фактор это климат, а именно температура и влажность в помещении, где вы рисуете и где сохнет ваша работа. К примеру, у нас началась такая вот нормальная осень, сезон дождей и дома очень влажно и ничто не хочет сохнуть. А теперь поговорим о том, как же рисовать работу в один слой и не утонуть в жиже краски и не сделать из работы грязь. Я считаю, что в скетчбуке все же стоит рисовать кратковременные работы, первые впечатления передавают настроение, а не морочить голову неделю и в итоге, пока вы заполните весь блокнот, пройдут годы. Это как тренировочное пространство, вас ничего не должно смущать и не стоит бояться нового чистого листа или испортить его неудачной работой. Скорее всего, это будете видеть только вы, так чего же волноваться. В общем, техника работы должна быть достаточно быстрой, а если работаешь маслом, придется подстроиться и почувствовать этот материал. Рисуя в один слой, не нужно. Сразу закрашивать невдумчиво, незавершающими оттенками, лишь бы побыстрее покрыть всю поверхность краской. Уж постарайтесь, но придется вдумчиво укладывать тонкие мазки уже того цвета, которым предполагается быть на главной работе. Нельзя сразу накладывать толстые мазки или фактурные, если речь идет о блокноте. Ведь рано или поздно вам придется закрыть ваш блокнот, а с фактурными скетчами выйдет бутерброд, а не закрытый скетчбук. Консистенция краски не должна быть как жидкая сметана. Она должна быть вязкой. Поверхность скетча не должна быть скользкой. Чтобы этого добиться, придется поменьше использовать разбавители. Всего лишь на кончик тонкой кисти, а верхние мазки иногда вообще нужно делать без разбавителя. Растушевка. Как по мне, она всегда уместна и лучше всего это делать с кистью из козы. Обычно их делают пушистыми и их ворс обычно не сильно вмешивается в слой краски, а поверхностно аккуратно делает нужные нам переходы. Для первых мазков лучше использовать плоскую кисть с не жестким ворсом с квадратным концом. Так проще продумывать размещение оттенков и заполнять плоскость. Тонкие кисти обязательно понадобятся и не только для скетчей, если вы захотите рисовать на небольшом формате или просто более детализировано. Со мной могут многие поспорить, но поверьте, тонкие кисти номеров 0 или 2 0, а также 1, годятся для многократной работы только с натуральным ворсом. То есть такие как колонок, к примеру. Я еще не встречала синтетических тонких кистей, которые бы не распушивались после 2-3 очищений. Тем более по ощущениям и эффектам работе натуральная кисть выигрывает однозначно. Если я когда-нибудь раздобуду синтетическую тонкую и идеальную кисть, да еще и живучую, я обязательно вам скажу. Как работать тонкой кистью? Обычно, но если вы делаете последние завершающие верхние мазки, не давите сильно на кисть, чтобы не продавливать все слои, не делать туннелей. Это были основные моменты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok